Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Москалёв Алексей Александрович, доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент РАН, директор Института биологии и старения в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, заведующий лабораторией гиропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии КОМИ научного центра Уральского отделения РАН, заведующий лабораторией генетики и эпигенетики старения Российского геронтологического научно-клинического центра. Окончился Ктовкарский государственный университет кафедры физиологии человека и животных химико-биологического факультета. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности радиобиология в МГУ. Там же в 2004 году защитил докторскую диссертацию. Алексей Москалёв – автор более двухсот научных работ, среди которых девять монографий, а также нескольких научно-популярных книг, посвященных здоровому долголетию. Он обладатель медали РАН, лауреат премии для молодых учёных России, а также лауреат премии издательства Эльзевир и Российского союза ректоров Research Excellence Award Russia 2021 года, присуждаемой продуктивным и высоко цитируемым российским учёным. Алексей Москалёв, студия медицины «В контексте». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем наш цикл, посвящённый старению. Я напомню нашим зрителям, что уже выходили программы в рамках «Медицины в контексте». Две программы были с всемирно известным исследователем механизмов старения Вадимом Гладышевым. Был в этой студии и Пётр Федичев, и Денис Ребриков. И я рада приветствовать сегодня Алексея Москалёва, который представит свой взгляд на проблему, а также новые данные. Но начну я с новости. Статья, которая была опубликована недавно в журнале Nature Communications, исследователи из Задимбургского университета выявили три химических соединения природного происхождения, которые обладают синалитической активностью. Синалитики — это вещества, которые удаляют стареющие клетки из организма. Как они это выявили? Они использовали искусственный интеллект, перебрали 4000 веществ, из них выделили 20 кандидатов в синалитики. А в экспериментах на культурах человеческих клеток отобрали три с наибольшими, особенно выраженными синалитическими свойствами. Это, опять же, напомню, природные соединения гингетин, переплацин и олеандрин. К чему я это говорю? О препаратах-синалитиках и об использовании искусственного интеллекта в геронтологических исследованиях. И о очень многом другом пойдет сегодня речь в рассказе, который для нас подготовил Алексей Москалёв. Дорогие коллеги, приветствую вас. Сегодня хочу с вами побеседовать на тему механизмов старения и принципов активного долголетия. Поскольку старение – это основной фактор риска всех перечисленных на этом слайде возразвисимых заболеваний. Эти заболевания существенно ограничивают не только продолжительность нашей жизни, но и качество жизни, и людей, у которых эти заболевания присутствуют, их становится все больше и больше, потому что мировое население стареет. Даже некоторые называют серебряным цунами. С одной стороны, это, безусловно, величайшее достижение современной цивилизации. То, что сейчас живет больше пожилых людей, чем за всю историю человечества в настоящий момент. Но вот, к сожалению, поскольку фокус современной медицины сейчас на симптоматическое лечение, улучшение качества жизни при этих заболеваниях, а не превенция их, то мы приобретаем все большее число людей, которые именно страдают. Говорить о том, что современная медицина, скажем так, стагнирует абсолютно неверно, буквально в 10 лет, промежуток в 10 лет показывает нам, какое количество инноваций от разработки перешли в практику. Это и роботизированная хирургия, это и иммунотерапия рака, бионические конечности и органы зрения, это генетические ножницы, с помощью которых можно редактировать геномы, 3D-печать, моделирование органов, функциональное МРТ, использование искусственного интеллекта в медицине, носимые гаджеты здоровья, которые уже буквально у всех из нас есть, телемедицина, большие медицинские данные, которые благодаря проекту UK Biobank каждый месяц дают новые открытия, новые публикации про риски хронических возрастов зависимых заболеваний. Конечно же использование геномных, транскриптомных, протеомных, метаболомных данных для того, чтобы создавать новые биомаркеры риска заболеваний, для того, чтобы отслеживать эффективность тех или иных терапевтических воздействий. Но пока это все отдаленно касается так называемой медицины долголетия. Конечно же это то, что переводит медицину на новый уровень развития и профилактики, но старение пока еще не в фокусе врачей. Хотя, опять же, оранжевым цветом я здесь отметил, те достижения, которые приближают эту медицину долголетия. Это уже упоминавшиеся синолитики, вещества, которые отвечают за удаление с инноцентных клеток, которые являются одним из ведущих источников воспаления при старении, а воспаление в основе всех хронических заболеваний. Это и разработка, связанная с индуцированными пререпатентными стволовыми клетками, поэтому мы, наверное, немножко тоже поговорим. Пытаются лечить заболевания связан со старением, перепрограммируя через индуцированные пререпатентные стволы клетки, дифференцированные клетки в те клетки, которые нужны для регенерации конкретного органа и ткани. Появились эпигенетические часы старения, как такой золотой стандарт измерения скорости старения, и так называемые глубокие часы старения, когда на больших медицинских данных с помощью искусственного интеллекта создают модели соответствия здоровью какой-то возрастной группе конкретного человека. Ну и буквально в последнее время начинают появляться клинические исследования, что очень важно, потому что доклинические исследования еще не говорят о применимости к людям. Вот клинические исследования потенциальных гиропротекторов это уже существенный шаг вперед. Если говорить о том, как современная медицина повлияла на ожидаемой продажной жизни за последние десятилетия, то мы видим существенный прогресс. Причем часто забывают о том, что увеличилась не только средняя ожидаемая продажной жизни, примерно на 6 лет, но и ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Это возраст до достижения первого хронического возрастозависимого заболевания. Но надо понимать, что сейчас вот этот прирост, он осуществляется по большей части за счет того, что развивающиеся страны немного подтягиваются под стандарты развитых стран. И в целом по меру ситуация улучшается, но в развитых странах мы выходим на плату по этим показателям. И это печально. Но хорошей новостью является то, что эксперимент, который поставила сама природа, вот люди-долгожители, которые живут больше 90, больше 100 лет, они в среднем на 20 лет позже приобретают хронические болезни и нетрудоспособность. Это значит, что есть шанс, что если мы будем влиять на старение, а у этих людей-долгожителей старение замедлено, то мы сможем достичь гораздо больших результатов в ожидаемой продолжительности здоровой жизни человека. Вопрос только в том, чтобы понять, что такое старение и как можно на него повлиять. На этом слайде я схематично отобразил современное представление о причинах нашего старения, которое, как мы уже говорили, ведет к возрастозависимым заболеваниям, ухудшению качества жизни. И от этих заболеваний мы, собственно, и умираем. То есть старение в основе этих проблем возрастозависимых. Сейчас предполагается, и, в общем-то, эта концепция находит все больше подтверждение, что старение связано с накоплением ошибок в метаболизме и в регуляции физиологических процессов. Но это не просто какое-то линейное накопление этих ошибок. Оно происходит по экспоненте. Почему? Потому что повреждаются сами системы устранения повреждений и поддержания постоянства параметров внутренней среды. И в тот момент, когда какая-то из вот этих систем выходит из строя, то дальше уже по экспоненте нарастают вот эти повреждения и ошибки, нарушения регуляции. И на этой базе развиваются заболевания, потому что снижаются адаптационные возможности наших систем поддержания гомеостаза. Действительно, у нас есть большое количество механизмов, которые встроены эволюционно для того, чтобы предотвращать накопление этих ошибок, восстанавливать повреждения, удалять поврежденные структуры, заменять их новыми. Но, к сожалению, эти все системы тоже подвержены выходу из строя. И в этом случае мы имеем вот это экспоненциальное накопление ошибок, ведущих болезни. Раньше предполагалось, что большая часть вот этих систем контролируется генетически. Ну, действительно, мы видим, что существует... Долгожители и дети долго живут, да? Да, что, во-первых, долгожители действительно с 40% вероятностью передают свои способности жить дольше и дольше не болеть своим потомкам. Но долгожители — это лишь небольшая часть общей популяции. И если говорить о среднестатистическом гражданине, то в этом случае наследственность определяет порядка четверти вероятности прожить столько же, сколько родители, ближайшие родственники. Но есть, конечно, еще и другая сторона медали, так называемый синдром ускоренного старения, когда случайные мутации, очень редкие в России всего 4 ребенка с прогирии на всю страну, возникают и они ведут к ускоренному старению. То есть, действительно, гены могут влиять на и долголетие, и ускоренное старение. Но в среднем, как бы, вклад этот по сравнению с воздействием образа жизни, факторов окружающей среды, не такой уж и большой, что, в общем-то, хорошая новость, то есть, изменив свой образ жизни, мы можем существенно продлить здоровый период своей жизни. Но нельзя говорить о том, что вот это влияние образа жизни, это не про генетику. Просто это не то, что, это не вклад того, что досталось нам от родителей в виде генетических задатков, рисков, а то, что мы имеем в результате взаимодействия наших генов, активности наших генов с нашим образом жизни, со средой, то есть, то, что называется эпигенетика. Говоря о конкретных механизмах старения, я уделил бы особое внимание такому фундаментальному механизму старения, как гликирование белков. Дело в том, что вот в восстановленной такой форме, в восстановленной форме глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, лактоза, вот эти моноидиосахара, они обладают альдегидной группой, то есть, они могут в кольцевой форме быть, а могут в такой восстановленной, линейной форме. И эта восстанавливающая форма этих сахаров очень легко вступает во взаимодействие с остатками лизина, аргинина, белковых молекул. И в конечном итоге это приводит к образованию конечных продуктов гликирования и в последующем сшивок между макромолекулами белков. Но также и между молекулами ДНК могут возникнуть сшивки между двумя цепочками ДНК, между ДНК и белком, между белком и липидом. То есть, на самом деле, это такое глобальное неферментативное гликозилирование различных макромолекул. И самым распространенным белком нашего тела, основным белком соединительной ткани является белок коллаген. Он создает каркас нашего тела. Клетки, они такие аморфные, текучие. А поскольку они прикреплены и перемещаются вдоль коллагена, то наше тело имеет определенные устойчивые формы. Но, к сожалению, вот эти восстановленные сахара, они вызывают образование, накопление с возрастом вот этих межбелковых сшивок. И чем их больше, тем жестче соединительная ткань. А жесткая соединительная ткань, она создает уже риски повышенного артериального давления, потому что сосуды становятся жесткими. Также вот эти изменения приводят к воспалительным процессам в стенке артерий. И возникает базис для формирования теросклеротических изменений. И на этом месте также повышается риск образования тромбов. Ну и, конечно, такие эстетические неприятности, как морщинистой кожи, тоже связано с накоплением вот этих сшивок в коллагене. Снижение эластичности альвеол в легких. Ну, поскольку соединительная ткань, она пронизывает абсолютно все органы, эти процессы так или иначе, они влияют на все функционирование. Этот рисунок, извините, слева, да, всякие сладости, установили линейную связь между потреблением сахаров и повышенным гликированием, вот этим вредоносным гликированием, так скажем так. Да, такая связь существует, потому что, ну, это химическая реакция глюкозы плюс остаток аргинина или лизина, а на выходе, конечно, продугликирование. Когда мы добавляем в левую часть уравнения концентрацию, увеличивая продукта, то на входе субстрата, то и продукта тоже становится больше. То есть, употребление сахара, ну, с этим, на этом отражается. И, в общем-то, мы видим, ну, как еще один пример, это сахарный диабет второго типа, который из-за того, что повышенные уровни глюкозы в крови, тканевой жидкости, отражается на большом количестве параметров жизнедеятельности. Да, мы видим ангиопатии, мы видим нефропатии, ретинопатии. Это все как раз, по сути, по типу ускоренного старения. То есть, связь прямая, я вот в этом мой вопрос. Да, за счет образования вот этих шивок, повреждения стенок сосудов, в том числе микрососудов, потому что у них тоже есть базальная мембрана из коллагена у каждого капилляра. И нарушение базальной мембраны, оно тоже связано с этими же белковыми шивками. Есть еще одна неприятность в том, что конечные продукты гликирования, они имеют собственные рецепторы на поверхности клеток, так называемые рецепторы конечных продуктов гликирования, которые запускают активность инфоломосомы. Это такая молекулярная машина внутри клетки, которая вызывает выделение токинов воспаления, повышение, активацию эндотелия сосудов, активированные эндотелии легче проницаем для иммунных клеток. Все это связано с тем, что конечные продукты гликирования, они напоминают определенные макромолекулы, которые при поражении инфекциями, вот эти дампы, они тоже с теми же рецепторами связываются, что и конечные продукты гликирования. То есть, на самом деле, это такая иммунная реакция, которая запускает врожденный и адаптивный иммунитет в организме, но, к сожалению, вот эта неприятность связана с тем, что современная цивилизация все больше добавленного сахара потребляет. Раньше такого, конечно, не было, и эта проблема, она не выходила на первый план, а из-за изменения образа жизни глобального мы видим вот эту проблему. И, соответственно, это ведет к хроническому воспалению, дисфункции, в частности, эндотелия сосудов, но, в общем-то, это системное воспаление. Но воспаление универсальное, это такая база. Да, и оно влияет уже на риски абсолютно всех перечисленных выше возразов зависимых хронических заболеваний. Ну, стоит еще сказать, наверное, о таком белке, как эластин, тоже белок светильной ткани, но там с ним проблема не в том, что образуются шивки, а в том, что он перестает синтезироваться в достаточно ранних этапах нашего развития. То есть, где-то уже в 18 лет в нашей аорте перестает синтезироваться новый эластин, и мы живем с теми запасами, которые были заложены в детстве. Кстати, с учетом питания современной молодежи, фастфудом, мы понимаем, что вот эти депо белков светильной ткани, они не формируются в достаточной степени. И это, конечно, приведет к серьезным последствиям уже ближайшие десятки лет, когда эти сегодняшние дети уже доживут до возраста этих хронических заболеваний. Они, скорее всего, гораздо раньше не доживут, чем те, которые кушали субпродукты в детстве, то, что традиционному питанию были привержены. Проблема в том, что эти межбелковые шивки в коллагене, они не могут расщепляться ферментами, которые ремоделируют неколичный матрикс. Вот эти металлопротеиназы, они созданы эволюцией для того, чтобы постоянно перестраивать вот эти коллагеновые волокна. Но в том месте, где образовалась вот эта неферментативная шивка, фермент коллагеназа не способен ремоделировать. Но клетки, фибробласты, светильные ткани, они пытаются это ремоделирование провести, они вырабатывают все больше металлопротеиназ. И, к сожалению, эти металлопротеиназы вместо того поврежденного участка коллагенного волокна, они разрушают неповрежденные. И у нас происходит глобальная деградация внеклеечного матрикса, вот эти базальные мембраны становятся более проницаемыми. Вот эти фрагменты коллагена и особенно эластина, они обладают провоспалительным действием, то есть они как сигнальные пептиды выступают. И все это способствует еще увеличению уровня системного воспаления и также риска аневризм, атеросклероза, в том числе и отрыва вот этих сформировавшихся бляшек, что создает уже риски сердечно-сосудистых событий. Безусловно, важным механизмом старения является механизм, открытый Алексеем Матвеевичем Маловниковым в начале 70-х годов прошлого столетия. К сожалению, Алексей Матвеевич зимой этого года к нам сошел. Он предположил, что поскольку наши хромосомы, в отличие от хромосом каких-нибудь бактерий, они являются линейными, то есть в бактерии кольцевые хромосомы и репликация, их удвоение, это достаточно такой тривиальный процесс, беспроблемный. А вот линейные хромосомы полностью скопировать очень сложно, потому что есть проблема концевой недорепликации. Ферменты, которые это осуществляют, они не могут начать синтез копии ДНОВА с нуля. Они это делают на РНК-затравке, которая достраивается другим ферментом, РНК-праймазой, и потом выщепляется этот участок РНК-затравке, и с каждым делением хромосомы становятся короче, короче, короче. С учетом, что у нас сейчас уже подсчитано у взрослого мужчины до 130 триллионов клеток во взрослом состоянии, то представляете, из одной клеточки, вот столько клеток появилось, это сколько репликаций нужно пройти. В каждую из этих клетчаных делений было укорочение хромосом. Поэтому в какой-то момент эти события уже начинают влиять на жизнеспособность поделившихся клеток. Теломеры становятся короче, и клетки в конечном итоге перестают делиться. Они становятся так называемыми синесцентными, то есть они не погибают, наоборот, они приобретают устойчивость к гибели клеток, но при этом они... Засаривают как бы, да? Да, потому что, к сожалению, они еще выделяют еще большее количество вот этих металлопротеина, разрушающих в неклеточный матрикс, факторов роста, которые стимулируют онкологические процессы, и, конечно же, цитокинов воспаления, которые, по логике, должны такими маячками быть, чтобы привлечь иммунные клетки, которые должны убить эти синесцентные клетки. Но поскольку, с одной стороны, иммунная система тоже накапливает эти синесцентные клетки, только уже синесцентные иммунные клетки, она уже не может выполнять в полной мере свою функцию по удалению синесцентных клеток, а с другой стороны, вот эти иммунные клетки, они из кровотока должны протиснуться в ткань, где эти синесцентные клетки находятся. Но, как мы говорили, металлопротеиназы не могут расшивать сшитый коллаген. И эластаза нитрофилов, например, не может справиться с этими волокнами, и иммунные клетки просто застревают на пути и в конечном итоге погибают. То есть, отчасти иммуностарение связано и с синесцентным старением самой иммунной системы, и с тем, что жесткий металлопротеиназы просто не пропускают эти иммунные клетки. У нас происходит накопление синесцентных клеток, такой очаг хронического воспаления появляется массово. И, конечно же, возникла идея каким-то образом убирать эти синесцентные клетки как потенциальный очаг воспаления. И когда на мышах, которые были специально сконструированы так, что каждая синесцентная клетка продуцировала трансген, убивающий эту клетку, они более замедленно развивали возразвестимые изменения скелетных мышц, жировой ткани и даже дольше жили на четверть. Потом попытались уже достичь таких же эффектов, как с помощью генетических вмешательств на модели мышей, с помощью препаратов, потому что генетические терапии – это такая долгая и сложная история в отношении человека. А вот фармакологические истории уже компании научились достаточно быстро, оперативно проходить, и стали искать препараты, которые целенаправленно удаляют эти синесцентные клетки. У модельных животных, таких как мыши, наблюдали замедление процессов старения, например, улучшалась работа сердца, продлевался период здоровой жизни. И такой класс препаратов был назван синалитиками. По-моему, Джим Киркланд с коллегами из Майоклиник как раз придумал этот термин. Сейчас уже исследуют клинически несколько синалитиков в отношении разных возрастозависимых заболеваний. Были выбраны, конечно, такие очень серьезные, критические для жизни и качества жизни заболевания, как диапатический легочный фиброз, хроническая болезнь почек, болезнь Альцгеймера, остеартрит. По той причине, что, скажем так, в профилактических целях какой-то новый препарат никто не разрешит клинически исследовать, только лишь в отношении каких-то серьезных терминальных заболеваний. И сейчас такие исследования проводятся. Но, конечно, здесь не без проблем, потому что понятно, что эти препараты, которые удаляются инсцентные клетки, они могут побочно влиять и на здоровые клетки. То есть убивая одни клетки, они теоретически и на самом деле могут наносить вред и другим клеткам. Поэтому сейчас придумали даже другие, более таргетные методы удаления инсцентных клеток. Вот в этом году был в Барселоне на Гордоновской конференции по старению. И там представляли результаты исследований, пока что на мышах, карти, то есть иммунотерапии инсцентных клеток. Как есть иммунотерапия, убивающая раковые клетки, также сейчас появилась иммунотерапия, которая нацелена на инсцентные клетки. Пока что это в эпителии кишечника на мышах было доказано улучшение по многим показателям качества жизни. Потому что там тоже во всех барьерах нашего тела накапливаются инсцентные клетки. Это повышает проницаемость барьеров. А физиологические барьеры, как мы дальше поговорим, это тоже очень важный фактор заболеваний хронических возразвисимых. Мы уже говорили о том, что инсцентные клетки выделяют стокиновоспаление. Это вносит вклад в системное и локальное воспаление, лежащее в основе онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых и осложнений метаболических и неродегенеративных. То есть везде есть воспаление. Но также, безусловно, накопление дефектов в наших митохондриях, которые тоже с возрастом происходят, тоже приводит к высвобождению из поврежденных митохондрий определенных факторов, в частности формиловые пептиды, окисленные кольцевые ДНК митохондриальные, которые являются мощным индуктором воспаления. Потому что когда-то митохондрии были бактериями. Они произошли от альфа-протобактерий, которые вступили в симбиоз с эукариотическими клетками. Понятно, что внутреннее содержимое этих митохондрий воспринимается очень иммуногенно, очень провоспалительно нашими иммунными системами и врожденного иммунитета, и приобретенного. И при повреждении митохондрии высвобождение этих макромолекул вызывает воспалительный ответ, как на бактериальную инфекцию. Конечно, образ жизни очень влияет и на накопление синесетных клеток, и на накопление дефектных митохондрий. Об этом мы еще поговорим, как можно это профилактировать. Но уже сейчас можно повлиять на наш уровень здоровья с возрастом, уменьшив долю висцерального жира. Потому что мы сейчас понимаем, что вот этот висцеральный жир вокруг внутренних органов, крупных сосудов, которые концентрируются, он еще является одним источником вот этих цитокинов воспаления. То есть жировая ткань является эндокринным органом, который выделяет большое количество регуляторных молекул. И даже сейчас показано, что гормон лептин, который активно выделяется белой жировой тканью и должен остановить нашу потребность переедать, но из-за лептиновой резистентности он этого не делает, а наоборот лишь подстегивает вот это нездоровое переедание. Он еще является токиновоспалением. То есть он может непосредственно активировать клетки нашей иммунной системы и вызывать переход макрофагов из противовоспалительного, в провоспалительное состояние, ну и других тоже иммунных клеток. Поэтому это еще один фактор нашего системного воспаления, но тот, который мы можем взять под контроль. Я уже упоминал о том, что с возрастом увеличивается проницаемость наших физиологических барьеров. Их очень много, я даже не все перечислил здесь. Есть эндотелиальный барьер в сосудах. Если он нарушается, то атеросклероз, сложный барьер между окружающей средой и внутренним содержимым через эпители кожи, аэрогематические вылевки, клубочков, фильтрационные, гастроинтерфорциональные, ретинальный барьер и много-много еще других у нас функциональных барьеров, которые защищают от проникновения в забарьерные органы и ткани патогенных микроорганизмов, токсинов, иммунных клеток и воспалительных цитатинов. То есть в принципе некоторые органы, как головной мозг, они защищены от даже собственных иммунных клеток, потому что это важно, любое воспаление в мозге это снижение когнитивных функций, адаптивных всех реакций. И поэтому, когда повышается проницаемость перечисленных барьеров, у нас возникают не только факторы воспаления, атеросклероз, почная недостаточность, нейродегенерация, но и аутоиммунные процессы. В принципе аутоиммунные компоненты во всех этих заболеваниях сейчас тоже обнаружены, то есть иммунные клетки, антитела, цитокиновое воспаление начинают проникать за барьер, куда им не положено было проникать. Это повышает риски всевозможных заболеваний. Если говорить о факторах долголетия, то основным, фундаментальным является такое явление, как аутофагия, которая была открыта Есинори Асуми, за что он получил Нобелевскую премию в 2016 году, он сделал это открытие на дрожжах, то есть он не изучал влияние на старение, на продолжительность жизни, о чем он заявил в Москве, когда выступал по своей лекции, потому что все вопросы были, а как кондуцировать аутофагию, чтобы жить дольше. Он говорит, я занимаюсь генетикой аутофагии, вообще на дрожжах не задавайте мне этот вопрос. Но его последователи, ученые, которые уже использовали его наработки, генетические методы изучения аутофагии, они пошли дальше и стали исследовать роль аутофагии, в том числе и в процессах нашего долголетия, обеспечивающих наш долголетие. И оказалось, что это действительно фактор, который позволяет клетке устранять накопление вот этих поврежденных структур, в том числе поврежденных митохондрий, при белковом голодании. То есть когда клетка недополучает измне питательные вещества, она начинает сама себя по чуть-чуть переваривать и высвобождать вот эти дополнительные аминокислоты для биосинтеза новых белков. Но при этом утилизируется поврежденная структура, агрегаты окисных белков, поврежденные митохондрии. Сейчас оказывается, что, например, индукторы митофагии, такого подраздела аутофагии, который именно на митохондрии направлен, помогают противодействовать саккопении. А это очень серьезное нарушающее качество жизни, заболеваний у пожилых людей после семидесяти, который развивается. И вот приятно то, что у нас есть много рычагов влияния, которые индуцируют вот этот процесс аутофагии. Причем понятно, что само голодание это может вызывать, поэтому периодическое, например, или интервальное голодание, или даже вот эти вегетарианские посты в религиозных, которые в процедурах используются, они все являются индукторами аутофагии, потому что незаменимые аминокислоты BCA, они являются как раз ингибиторами аутофагии, потому что когда клетка их получает, то она не включает аутофагию. Когда она их недополучает, включается аутофагия. При интервальном голодании, при постах это все запускается. Но есть и вещества растительного происхождения, которые есть в продуктах, и без необходимости голодания они тоже запускают эти процессы. Наиболее изучены сейчас это уролитин А и спермидин. Но также мы видим, что даже витамин D, витамин B3, тоже куркумин в каре, все они способствуют запуску вот этих процессов. Но если немножко обобщать наше представление о долголетии в науке, то мы можем говорить о так называемой программе про душность и жизни. Не надо путать с программой старения, генов, которые выработались в эволюции, чтобы нас там старить и убивать, пока не найдено у человека, и я не очень верю в то, что их найдут. Но есть программа про душность и жизни. Что это? Когда организм развивается в благоприятных условиях среды, достаточно пищи, нет перенаселения, комфортная температура окружающей среды, то организм все ресурсы перенаправляет на процессы роста и репродукции, чтобы в этих комфортных условиях вырастить новое потомство. Когда условия меняются, возникают факторы физиологического стресса. Не психологического, а физиологического. Хотя психологически тоже к этим механизмам имеют прямое отношение. Например, повышенная температура или пониженная температура, перенаселение, если, например, о популяции животных говорить, ограничительная диета, то есть голодание, нет пищи достаточно, то у нас процессы роста и размножения тормозятся, потому что вот этот инсулиноподобный фактор роста 1 меньше вырабатывается в этом случае. Но поскольку эти два процесса как бы в конкуренции, стрессоустойчивость и рост и деление и на клеточном уровне, и рост и репродукция на уровне организма, то деблокируется эта стрессоустойчивость. То есть организм выбирает стратегию переждать, как можно дольше прожить, чтобы пережить этот неблагоприятный период времени, а потом уже приступить к репродукции, росту репродукции. И в условиях таких вот стрессов организм затормаживается в росте и, соответственно, деблокирует стрессоустойчивость, но параллельно она тормозит процесс старения. Поэтому, когда включается вот эта программа продолжительности жизни в ответ на умеренные стрессы, мы медленнее стареем и дольше живем. Но надо понимать, что когда умеренные или периодические стрессы превращаются в хронический и сильный стресс, то это приводит только к накоплению повреждений в выработке гормонов стресса, которые вызывают сахарный диабет, саркопению, остеопороз и так далее. То есть в этом случае, скажем так, нужна золотая середина. И это можно использовать, потому что, включая вот так называемый гармезис, это активацию системы ответа на стресс, системы восстановления клеток, с помощью веществ гарметинов, часть из них можно даже найти в наших рационах, мы запускаем вот эту программу продолжительности жизни и замедляем наше старение, продлеваем здоровый период жизни. Сейчас известно уже достаточно много веществ, которые именно по механизму гармезиса и даже митагармезиса действуют. Что такое митагармезис? Это когда митохондрии выделяют под действием каких-то факторов, в частности стресса, больше свободных радикалов. Но эти свободные радикалы, если это происходит периодически и кратковременно, они только лишь успевают запустить защитные механизмы клеток, например, антиоксидантную защиту собственной клетки, репарацию ДНК, ту же атофагию, механизмы протеостаза, поддержание постоянства белков, и не успевают вызывать повреждения. А вот эти запустившиеся механизмы адаптации, адаптации, они переводят всю систему на более высокий уровень защиты от будущих повреждений при будущих стрессах. И тем самым гармезис замедляет наше старение. Ну вот здесь приведены такие вещества, как перцетин, который содержится в большом количестве ягод, овощей, фруктов, сульфорофан в капустных, туркумин в каре, карнозин в белом мясе, глюкозамин. Это вещества, которые действуют по механизму гармезиса. Но есть обратная сторона. Если мы их слишком много будем употреблять, например, в виде биодобавок очень легко их перебрать, скажем так, то они уже будут не гармезис вызывать, а хронический стресс, который будет повреждать клетки. Здесь нужна золотая середина. Вообще, говоря о нашем долголетии, мы не можем не обратить внимания на то, что сейчас происходит в мире в связи с изменением образа жизни глобальным. Так называемый западный режим питания привел уже к тому, что ожидаемая продолжительность жизни в США, она снижается. То есть, по всем прогнозам, она должна была дальше увеличиваться, но достигнув какого-то порога, сначала вышла на плату, а сейчас даже снижается. Потому что западный режим питания сокращает здоровый период жизни. Что это такое? Это высококалорийные продукты с низкой пищевой ценностью, так называемые рафинированные продукты, выхолощенные продукты, где мало пищевых волокон, где мало витаминов, мало минералов, одни сплошные калории. Всевозможные белый сахар, белая мука и так далее, белый рис очищенный, избыточное количество животного белка. Мы уже говорили, что вот эти аминокислоты BCI с разветвленной цепью, они подавляют процесс атофагии, которая защищает клетки от ускоренного старения. Повышенное соотношение омега-6 к омега-3, омега-6, факторы воспаления, омега-3 обладает противовоспалительным действием. У древнего человека соотношение достигало либо один к одному, либо даже один к трём, а сейчас до 12 к одному омега-6 превышает на омега-3, потому что везде льётся пальмовое растительное масло во все переработанные продукты. Конечно же, мало люди овощей, зелени и фруктов потребляют. Может быть, какое-то количество потребляют, но явно недостаточное для нашего здоровья. И это способствует и ожирению, и, соответственно, рискам хронических возрастов зависимых заболеваний. И даже сейчас мы видим по исследованиям с аутопсией молодых людей, погибших в разных обстоятельствах, которые были привержены западной диете, что уже в 2-3 из них коронарные артерии имеют признаки атеросклероза в очень молодом возрасте, до 30 лет. А 20% даже за купорку. И вот если говорить о стилях питания в сравнении, то мы видим, что, например, в Японии, которая входит в тройку по долголетию, в частности регион Окинава, и в США, которые на 60 каком-то месте под своему долголетию находятся, совершенно разная структура источников белка. И это тоже очень важно, потому что вот как раз те продукты, которые здесь в основе рациона, мяса, они содержат очень много имитианина и аминокислот с разветвленной цепью, которые ускоряют процесс остарения. Яйца тоже, молочные продукты, они содержат много. Это не значит, что эти аминокислоты не нужно употреблять. Они очень важны, чтобы риск саркопения, остеопороза остановить. Но все хорошо в меру. И то избыточное количество, которое получают в западной диете современные люди, оно способствует ускорению старения. А вот у японцев, у них ферментированная соя, как основной источник белка, затем всевозможные цельнозерновые. То есть это вообще растительные источники белка, а в них гораздо меньше и BCA, и метионина. И также, как источник животного белка, там распространена рыба, она еще содержит и омега-3, и многие другие полезные соединения. Таурин, который является потенциальным геропротектором. Ну вот если говорить о традиционном рационе окинавца, то вот это ферментированное соя, в виде тофу, миса, это большое количество корнеплодов. В частности, вот именно на окинаве там преобладает не рис, как источник углеводов, а ботат. Несмотря на то, что его называют сладкой картошкой, он на самом деле с средним гликемическим индексом, невысоким, в отличие от белого риса, также обладает большим количеством полифенолов, кардиноидов, видите, даже вот такой фиолетовый или баранжевый цвет, и пищевых волокон. То есть достаточно полезный продукт, опять же, если есть в меру, не за каждым приемом пищи. Также всевозможные листовые виды овощей и зелени, другие корнеплоды, овощи, капустные и, конечно, морепродукты один-два раза в неделю тоже присутствуют. Но надо понимать, что в традиционном обществе окинавском также очень много социальных факторов долголетия, это тесные социальные связи, взаимопомощь, взаимоподдержка, дружелюбие, стоицизм этих людей, долгожителей на окинаве, спокойное отношение к превратностям судьбы, самоанализ. Они также физически активны, у них есть и виды гимнастики, карате, кабудо, и сельскохозяйственный труд на свежем воздухе занимает большую часть их времени. Но это если говорить о традиционных вот этих долгожителях окинавы, еще одним примером образа жизни долгожителей является так называемая средиземноморская диета. Она по продуктам может быть не полностью воспроизводит окинавскую, но по принципам да. то есть там цельнозерновые, там овощи, там морепродукты, оливковое масло, орехи, зелень. Ну вот здесь они представлены на нежирные сорта сыра на слайде. Современная медицина пытается подобные принципы использовать для лечения и профилактики возразвестимых заболеваний. Так появилось питание, направленное на снижение рисков развития гипертонии. В принципе мы видим клиническую эффективность во многих исследованиях против сердечно-сосудистого заболевания, онкологических заболеваний, даже смертности от всех плечи. Вот эту диету дашь против... Здесь еще ограничение соли, по-моему, есть. Да, это потому что против гипертонии направленная диета, ну конечно и сладости тоже ограничиваются в ней. Дальше появилась диета Майнд, это гибрид диеты против гипертонии со средиземноморской диетой. Она делит продукты питания на 15 групп, в зависимости от их пользы. Наиболее полезными признаются зеленые листовые овощи, другие овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые, рыба, белое мясо, оливковое масло. Для здоровья нашего мозга. А употребление часто ежедневное красного мяса, сливочного масла, маркарина, жирного сыра, выпечек и сладостей, жареной пищей фастфуда ограничивается. И оказалось, что люди, которые придерживались несколько лет диеты Майнд, у них риски Альцгеймера в позднем возрасте сократились вдвое. даже тех, кто периодически придерживались, они тоже на треть оказались здоровее других людей того же возраста, которые не придерживались этих принципов. Ну вот отдельно, наверное, стоит поговорить о вегетарианстве, потому что это очень распространенный стиль питания сейчас, но надо понимать, что у него есть и плюсы, и минусы, особенно в виде веганства, когда полностью убираются животные продукты питания. традиционные вегетарианцы, как в Индии, например, они страдают абдоминальным ожирением, сахарным диабетом второго типа в несколько раз чаще, чем те, кто не ест исключительно веганскую пищу, потому что они заедают вот этот недостаток калорий рафинированными углеводами, а рафинированные углеводы, они повышают риски ожирения и диабета. И оказалось, что если не вегетарианец заботится о своем здоровье, не выпивает, не курит, то его риски смертности от онкологических сердечно-сосудистых заболеваний ничем не отличаются от вегетарианцев, то есть просто нужно вести здоровый образ жизни, их действительно самые такие продвинутые в смысле своего здоровья и долголетия вегетарианцы, как адвентисты седьмого дня, они просто параллельно еще не пьют, не курят и физически трудятся. То есть возможно, что вовсе не ограничение животных продуктов влияет на их долголетие. Ну и конечно у вегетарианцев часто дефициты хорошего холестерина, цинка, железа, B12, B12 только в животных продуктах. Ну некоторые догадываются и принимают биодобавки, но тоже как бы это не тонуцея, потому что усвояемость в биодобавках может быть не так высока, как в естественных продуктах. Современная цивилизация столкнулась с тем, что у нас постоянный доступ к питанию. Люди постоянно подходят к холодильнику либо на столе что-то на работе имеют из перекусов. Когда человек перекусывает, у него повышается уровень лептина, снижается уровень грелина. Некоторые люди вообще никогда в своей жизни теперь не испытывают чувства голода, то есть не вырабатывают гормон грелина. все время жуют. Да. А мы знаем, что грелин это противовоспалительный фактор, а лептин это провоспалительный фактор. В результате мы приобретаем хроническое системное воспаление просто из-за того, что нет перерывов чистых промежутков между приемами пищи. И также мы постоянно из-за этого имеем высокие уровни инсулина, потому что в быструю фазу, буквально за 3 минуты после приема пищи инсулин вырабатывается, повышается, чтобы снизить глюкозу от приема пищи в крови. Но когда мы имеем постоянно высокий уровень инсулина, развивается инсулинорезистентность. Она в основе всех кардиометаболических наших проблем. Еще одной проблемой является то, что хиломикроны, самая трогенная фракция липопротеинов между кишечником и печенью, которые циркулируют, чтобы забрать жир, усвоенный из пищи, они 2 часа повышены после приема пищи. Если мы беспиллерово едим, то у нас они постоянно повышены. Это фактор атерогенеза. Вот здесь систематизированы некоторые рекомендации по питанию, которые можно было бы применять для того, чтобы замедлить свое старение. Многие из них уже упоминались, поэтому я не буду повторяться. Слать можно показать и желающие его даже сфотографируют, запомнят. Вот проблемой современного питания является высокогликемическая нагрузка, то есть вот эти быстро усвояемые углеводы, добавленные сахар, которое запускает гликирование, воспалительные процессы. Кстати, теперь мы понимаем, что жиры ведут к атеросклерозу уже когда есть предпосылки к этому. Предпосылками является хроническое воспаление, а его может запустить количество вот этих добавленных сахаров. Поэтому сахар даже больший фактор риска в начальных стадиях, чем жир. атеросклероза. Также современная диета западного человека страдает от недостатка магния, магния это кардионээропротектор, поэтому нужны зелень, овощи, бобовые для того, чтобы восполнить недостатки. Витамин К, который не только в сверканности крови участвует, но и не дает кальцию оседать в стенках сосудов. Мы уже говорили о том, что нужно придерживаться оптимума потребления таких незаменимых аминокислот, как метианин, валин, изолейцин, лицин, потому что они, скажем так, подавляют атофагию и тем самым несколько ускоряют наше старение. Но это не значит, что мы должны быть вегетарианцами, потому что все незаменимые аминокислоты, витамины, которые есть только в животной пище, нам крайне важны для нашего долголетия, B12, долголетие здоровья нашего мозга. Физические тренировки это еще одна важная составляющая нашего долголетия, не менее важная, чем питание, потому что если человек регулярно тренируется, снижаются риски опухолевых заболеваний, депрессии, увеличивается эластичность сосудов, снижаются риски ишемических изменений в миокарде, доля висцерального жира, значит, риск диабета второго типа уменьшается, улучшается метаболическое здоровье даже состояние кожи, потому что мышцы являются источником миокинов, регуляторных молекул, которые омолаживают и наш мозг, и кожу, и печень, почки, и сердце. Ну вот об этом говорит этот слайд. Еще одним важным фактором нашего здорового долголетия является сон, потому что особенно фаза глубокого сна, которая сейчас очень страдает, сон становится более поверхностным, особенно у жителей мегаполисов, из-за стресса, из-за шумового и светового загрязнения, из-за того, что люди алкоголь на ночь потребляют или наедаются на ночь, сон становится поверхностным, не хватает глубокой фазы сна, а именно в эту фазу сна у нас происходят активные процессы репарации и регенерации в нейронах, чинится ДНК нейронов, отводятся обломки дебрии с глимфатической системой, когда наш организм полностью обездвижен, а это только в глубокую фазу сна. Также выделяются гормоны, участвующие в регенерации, гормоны роста, инсулиноподобный фактор роста, даже состояние кожи, иммунной системы, все они улучшаются, если мы высыпаемся и длительность глубокой фазы сна достаточная. Существуют простые правила гигиены сна, которые, я думаю, все знают. У нас выступает Михаил Полуэктов регулярно и скоро снова он выступит. Оставим это ему, сам Нолог известный. Он на моем канале тоже выступал. Он про сон знает все и рассказывает с удовольствием. Ну вот здесь я попытался просуммировать те изменения в нашем образе жизни, которые мы приобрели за последние 50 лет. Питание без перерыва, холостые калории, быстрые углеводы, гиподинамия, стрессы, поверхностный сон и снижение вот как бы таких факторов, как периодически какие-то голодания, когда, скажем так, у человека были промежутки между приемами пищи раньше, да, и включался китос умеренный. также были посты, значит, периодические белковые разгрузки, достаточно было физнагрузки, человек жил по естественным ритмам, свет искусственно отсутствовал и он засыпал рано. Это приводило к тому, что вот эти противовоспалительные кетоны, атофагия, здоровая митохондрия, все это давало нам раньше здоровье, а сейчас это ровно обратная ситуация. Хроническое воспаление, деградация нашей функциональной системы, заболевания сосудов и суставов, активация генов, связанных с ускоренным старением, это отдельная большая тема, которую я просто не успел осветить, эпигенетика ускоренного старения, которая отражается даже в эпигенетических часах старения. Мы видим, что при вермстве западной диете у них биологический возраст по эпигенетическим часам выше. чем у других. Ну и мы можем отрегулировать питание наше, о чем мы уже достаточно сказали, включив чистые промежутки, помимо качества пищи еще режим питания изменив, включив посты регулярные, может быть по согласованию с доктором интервальное голодание, соблюдая питьевой режим, это очень важно для оттока желчи, для микрофлора нашего кишечника, также пищевые волокна для этого тоже очень важны, ферментированные продукты, потому что они являются источником про- и метабиотиков, потому что наши микробиоты здоровые, это еще один противовоспалительный фактор в нашем организме, а не здорового микробиота воспалительный фактор. регулярные физические нагрузки, то есть силовые не меньше двух раз в неделю, а ровные каждый день, упражнения на растяжку и равновесие должны быть включены, потому что наши сосуды во время растяжки немножко ремоделируются и снижают свою жесткость, если это делать регулярно, а равновесие очень важно, чтобы несчастных случаев в пожилом возрасте не было, нужно его тренировать. Также изучать свою частоту сердечных сокращений в покое это важный биомаркер нашего будущего долголетия, если она достаточно низка, ну не говоря про деградии, конечно, ни в коем случае, то это фактор долголетия. Также максимальное потребление кислорода очень важно сохранять на более высоком уровне и высокую вариабельность сердечного ритма сохранять, это значит меньше стресса. Игена сна, стресс-менеджмент, большое количество разных сейчас методик и дыхания, и ауто-генные тренировки, медитации существуют для этого. И, конечно, есть потенциальные геропротекторы, которые еще требуют своего клинического исследования, но мы уже знаем, что восполнение дефицитов магния, витамина D, витамина К, таурина, который недостаточно сейчас попадает в наш организм с пищей, потому что мы не едим сырое мясо, скажем так, при термической обработке он разрушается. Вот эти возможные как бы биодобавки, они могут нам помочь. Также существуют гаджеты, которые позволяют нам мониторить состояние нашего здоровья, в том числе уже упоминавшиеся биомаркеры старения нашего. биомпеданс позволяет изучить долю висцерального жира, скелетной мускулатуры и костей, за чем важно очень следить. Всевозможные часы, не будем называть марки, они позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений, в том числе в покое, вариабельность сердечного ритма, качество сна, глубокую фазу сна в частности, даже некоторое максимальное потребление кислорода. Ну и другие существуют гаджеты для этого. которые позволяют оценить свои риски. Отдельно уделяется внимание в науке о долголетии геропротекторам, веществам и терапиям, которые замедляют наше старение. В свое время мы издали книгу «Потенциальный геропротектор», где больше 200 веществ освещено. Уже большое количество исследований проведено на животных, на мышах, в частности, 110 веществ исследовано. И вот такой топ потенциальных геропротекторов, которые еще, конечно, должны клинически и эпидемиологически изучаться. Он уже существует, но приятно то, что многие из них просто в продуктах нашего питания содержатся. И мы можем даже не как биодобавку их потреблять, а просто в пище. В частности, вот перечисленные здесь содержатся в этих прекрасных продуктах питания. Суперфудами являются все виды капустных, бобовые, цельнозерновые, ягоды, фрукты, зелень. Вот вызывают вопросы у многих о виноград. Он считается очень сладким. Но не все же сорта сладкие. Да. А в нем много полезного. Безусловно, виноград многих сортов он имеет средний гликемический индекс. Ну и честно говоря, если выбирать между белым рисом и картошкой и виноградом, который да, содержит сахар, но при этом имеет много полезного, растворимые питательные пищевые волокна. Резвератрол тот же. Да, большое количество потенциальных геропротекторов. Конечно, я бы выбрал. бояться его так сильно не надо. Растилбен, резвератрол, различные вещества. И, конечно, есть и другие геропротекторные терапии. Вот мы уже говорили о том, что Яманако в свое время открыл индуцированные перипотентные стволы клетки. Вот на его лекции в Киото я был. Он рассказывал о том, что их уже исследуют они в своем институте для возрастной макулярной дегенерации, болезни Паркинсона, восполнение пулопротивоопухолевых НК-киллеров у раковых пациентов и лечение, конечно, наследственных заболеваний, что, я надеюсь, тоже принесет определенный оптимизм и новые технологии в борьбе с возрастозависимыми заболеваниями. Конечно, не все гены-мишени доступны с помощью фармакологической регуляции, генов-мишени перспективным являются и гены терапии старения. Сейчас уже известно несколько сотен генов долголетия человека, на животных еще больше и все они, кстати, есть у нас, эти гены. И в идеале в будущем можно предположить, что мы смоделируем идеальный геном здорового человека, потому что сейчас большое количество полногеномных исследований людей разного возраста с разными заболеваниями. То есть когда-нибудь мы поймем, какие гены создают какие риски. И тогда, уже сейчас, доступной технологией используя секвенирование индивидуального генома, мы сможем сопоставить мой геном и идеальный геном, понять, какие в приоритете ошибки, которые стоило бы исправить. И вот эти молекулярные ножницы в будущем позволят это сделать. Понятно, такетно, не во всех органах тела, а в конкретных, которые именно с рисками данного органа и системы связаны. Чтобы это все благополучие внедрять в практику медицинскую, нам нужно делать клинические исследования. На животных мы можем продление жизни использовать как основной параметр, как конечную точку такого исследования. Для человека это неприемлемо, мы живем достаточно долго и ни одна компания внедряющая терапию не будет исследовать десятки лет свое новшество. Поэтому нам нужны биомарктеры старения, такие показатели, которые позволят нам прогнозировать ускоренное либо замедленное старение, а также эффективность процедур за оптимальное время. То есть, мы можем, например, полгода, год делать какое-то исследование, до, во время, после, измеряя биомарктеры старения и увидеть, что действительно мы замедляем старение по этим показателям. Мы тоже активно занимаемся этой темой со временем Анчи Барановой и другими коллегами. У меня вышла книга биомарктеров старения человека в 2016 году. И вот в августе этого года функциональный возраст человека, где коллеги всех ведущих наших медицинских вузов подключились и написали свою главу про когнитивный возраст, про возраст иммунной системы, про системные часы старения человека. Очень трудно какой-то один показатель выбрать в качестве биомаркеров старения. Скорее всего, нам нужны панели биомаркеров старения, отражающие старения разных функциональных систем. Потому что оказывается так, что у каждого свой индивидуальный профиль или траектория старения. У кого-то преобладает старение сердечно-сосудистой системы, у кого-то когнитивных функций, у кого-то выделительные системы. И безусловно, нам нужно комбинировать разные биомаркеры. В свое время я предложил даже свою классификацию биомаркеров старения. Клинически функциональные это то, что уже здесь сейчас доктора могут измерять. Гликированный гемоглобин, цареактивный высокочувствительный белок, диаметр эритроцитов, тесты на максимальное потребление кислорода, частоту пульсов покоя. это все функциональные клинические биомаркеры старения, которые очень хорошо работают, но они очень вариабельны. К сожалению, утро и вечер у одного этого же человека могут давать совершенно разные результаты. Есть молекулярные маркеры старения, которые именно на конкретные механизмы нацелены. то есть мы можем измерить теоретически скорость старения внеколечного матрикса, воспалительные профили старения, количество синусонтных клеток у этого человека. Это, конечно, замечательно, но это более дорого, это возможно только в научных лабораториях пока что, но в принципе можно с помощью заинтересованных компаний нам такие исследования проводить и внедрять уже в практику медицинскую. Конечно, большую популярность сейчас омиксные технологии приобретают, потому что вроде как мы о старении еще недостаточно знаем. Давайте мы возьмем все, что есть, например, полный эпигеном человека или полный протом его крови и измерим разные возраста и сравним. Это работает. Действительно, мы сейчас видим, что те же эпигенетические часы старения омиксные являются самыми точными часами старения. Сейчас подтягиваются протеомные часы старения на корове тоже в практику. И в перспективе возможно также мультиомный подход, когда мы будем сочетать и метаболомные, протеомные, эпигенетические исследования исследования в одном подходе. В этом году нами был создан с уже упоминавшимся Вадимом Гладышевым консорциумом международный по биомаркерам старения человека, который я тоже вошел от нашей страны. И этот консорциум нацелен на то, чтобы создать, выработать некий консенсус. Какие же биомаркеры старения уже готовы для внедрения в клинику? Как их внедрить? Как проводить клинические исследования с использованием биомаркеров старения? Вот этому всему была посвящена вышедшая в августе этого года наша статья в журнале Cell именно консенсусы по биомаркерам старения и как их использовать для медицинских целей. Также мне посчастливилось участвовать в разработке нескольких методов оценки скорости старения. в частности GNI можете зайти на одноименный сайт и сами протестировать свой возраст в котором по анализам крови 19 параметрам можно оценить свой биологический возраст. И вот это 5 основных маркеров из этих 19 которые вносят наибольший вклад в эту модель. И мы видим, что они действительно отражают разные функциональные возможности. То есть например чем больше альбумина тем меньше наш биологический возраст. Но это функция печени биосинтетическая. Глюкоза отражает метаболическое старение. Человечная фосфатаза состояние опорно-двигательного аппарата. Эритроциты дыхательную функцию крови. мочевина поделительную функцию. У каждого есть свой флаг. И вот они в этих часах все эти параметры задействованы. Но самое интересное, что мы в этом году даже опубликовали клиническое исследование, где с коллегами из одной клиники профилактической медицины российской исследовали вот этот наш ЭДИН до и после их 12-дневной программы оздоровления в этой клинике. Они фокусируют на здоровье здоровых людей. К ним просто приезжают для отдыха и оздоровления людям. И мы видим, что у большинства исследуемых в них биологический возраст, вот эти зелененькие черточки, снизился. И в среднем это было даже 4.79 лет по отношению к стартовому состоянию. Почти 5 лет. Да. Это не значит, что они потом, вернувшись в свой образ жизни, не вернутся в свою образную норму, к сожалению. Но мы видим, что мы можем повлиять на свой биологический возраст, если дальше продолжать придерживаться тех же стратегий, то можно и жить здоровее и дольше. Ну, конечно, были люди, у которых увеличился даже, потому что в принципе ограничительная диета, которая там присутствует, она может приводить, например, к улучшению уровня мочевины в крови, потому что распад там буков, мышц будет. Ну, и были люди, которые нон-респондеры желтенькие, у которых не было эффектов, но в среднем мы видим улучшение большинства показателей. С коллегами Ирины Николаевны Ткачевой, Ириной Строжевско, Ирины Строжевско и другими мы все время разработали часы старения артерии. Большое количество показателей измерялось у нескольких сотен пациентов, которые были очень хорошо охарактеризованы с точки зрения анамнеза, образа жизни, принимаемых препаратов. Это было настоящее клиническое исследование и у них было измерено 86 параметров молекулярных, биохимических, гематологических, функциональных. И затем мы с коллегой Александром Фединцевым проанализировали эти большие данные с помощью методов машинообучения. И оказалось, что самыми предиктивными параметрами являются параметры здоровья сосудов. Ну и действительно сосудистая смертность причин номер один в нашей смертности. И мы объединили четыре этих топовых параметра в одну модель и она отражает степень развития теросклеротических изменений и жесткость артериальной стенки по четырем показателям. И это достаточно точная модель, то есть при том, что она абсолютно инвазивна, то есть всего лишь нужно использовать УЗДГ сосудов со специалистом измерить сонные артерии толщину комплекса интима медиа, степень стеноза, с помощью аппломационной тонометрии исследовать жесткость артериальной стенки, тоже неинвазивно сфигмакор использовался в данном исследовании, и подставить формулу эти показатели. Кстати, в геронтологическом научно-клиническом центре можно прийти и измерить свой биологический возраст сосудов по нашей методике. И оказалось, что у людей с гипертонией и сахарным диабетом по возрасту сосудов ожидаемо показатели были выше, чем у условно-здоровых. И мы тоже использовали этот показатель в клиническом исследовании. К нам пришел производитель одной из биодобавок для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые ими позиционируются. Затем три месяца люди принимали курс этого препарата и у них уменьшилась жесткость артериальной стенки и толщина интимомедия несколько уменьшилась по сравнению с исходной. И по нашему показателю биологического возраста за три месяца аж на два с половиной года по сосудам они скажем так условно омолодились. Конечно нам нужны разные часы старения для того чтобы как можно лучше охарактеризовать индивидуальные изменения в клинических исследованиях. В этом году был создан институт биологии старения в университете Лобачевского где используют так называемый объяснимый искусственный интеллект для моделирования данных в медицине. У него есть ряд преимуществ в отличие от обычных нейронных сетей потому что мы можем понимать какие показатели в этой модели вносили больше вклад меньше вклад работать над ошибками если модель почему-то не функционирует как ожидается мы можем видеть с помощью XI вот это объяснимое искусственного интеллекта почему и и эту методику применили коллеги к цитокинам воспаления порядка 50 цитокинов воспаления в мультиплексе ИФА посмотрели у нескольких сотен людей и были сделаны большие воспалительные часы старения мы уже говорили что воспаление это переходный такой этап между молекулярным механизмом старения и всеми возразительными заболеваниями его очень важно мониторить и это оказались достаточно точные часы сейчас даже сделаны еще малые воспалительные часы старения и они как бы оказались хорошими не только скажем так параметрами биологического возраста человека но и предикторами риска сердечно-сосудистых заболеваний они могут составить конкуренцию эпигенетическим часам они корреспондируют наверное да мы сравнивали с эпигенетическими часами вот в этом исследовании и они действительно показали очень хороший результат самое главное что они проще в исследованиях то есть не нужно там никакого секвенатора в лаборатории и фасчер стоит практически во всех клинических лабораториях просто нужно купить набор на стокинное воспаление дать нам данные либо там лицензировать эту модель и сами посчитать могут тогда эти клинические лаборатории и получить такой инструмент для оценки уровня воспаления кстати в этих исследованиях серьезный вклад и скажем так инициатором этих исследований наших был Клаудио Франчески автор концепции инфломейджинг то что воспаление в основе всех хронических заболеваний также были созданы когнитивные часы старения это психофизиологический тест сидя за экраном компьютера с помощью мыши выполняются определенные игровые задания во время которых несколько десятков показателей модель считывает и дальше обрабатывает нейронная сеть и выдает результаты по когнитивному возрасту в принципе тоже доступная методика для оценки когнитивных способностей в клинических исследованиях или для себя там изменив образ жизни стиль нагрузки питания можно посмотреть как я обращаюсь опять в свой когнитивный возраст вообще в заключении стоило бы наверное сказать о том что формируется так называем медицинно-здоровое долголетие когда вот эти часы старения становятся доступными люди могут отслеживать свой темп старения также это могут делать лечащие врачи для своих пациентов либо в клинических исследованиях да пока что это ближе к элитной такой персонализированной медицине но это повысает партисипативность потому что пациент узнает видит на объективных данных как те или иные назначения влияют на его биологический возраст даже как сам он может через свой образ жизни повлиять на этот образ это по сути речь идет даже о персонализированной науке когда сам пациент сам клиент он является объектом научных исследований по большому количеству параметров в динамике и эффективность той или иной процедуры терапии с точки зрения замедления восторения она индивидуально и мы видим что этому человеку помогает что не помогает потому что вполне может оказаться что в разные возрастные группы нужно разные терапии применять что люди с одними особенностями не будут реагировать ну как мы даже видим в своих исследованиях выше все равно были люди которые данные терапии не помогали для них какие-то другие нужно подбирать вот это все персонализированная наука конечно искусственный интеллект когда эти данные будут накапливаться они становятся большими это наверное единственный выход ни один доктор не справится с анализом таких там омиксных данных например по пациенту каких-то больших данных за большой промежуток времени нужны методы искусственного интеллекта конечно же вот это все приведет к тому что мы будем индивидуально подходить к здоровью и долголетию конкретного человека к сожалению в современной медицине старение признает таким нормальным естественным явлением при том что возможно что это так но мы сразу встаем позицию что ничего не нужно с этим делать но это же нормально но вы стареете а что вы хотите смиритесь это значит что мы симптоматически только лечим возразвестимое заболевание и продлеваем тем самым период старости и нетрудоспособности но медицина здорового долголетия она выбирает старение как состояние на которое нужно можно и нужно воздействовать его исследовать измерять его скорость воздействовать на причины этого старения о которых мы выше говорили и делать даже клинические исследования направленные на механизмы старения это приведет к тому что мы убираем вот эти причины хронических возразвестимых заболеваний а значит их профилактика приведет к здоровому активному долголетию у нас вышло достаточно большое количество монографий про эпигенетическое старение биомаркера старения человека вот я главный редактор книги Springer Nature про питание для долголетия про технологии антиэйдж-медицины и вот сейчас в августе искусственный интеллект для здорового долголетия в частности моей редакции вышла монография есть и на русском языке уже упоминавшиеся книги и даже научно популярные книги которые в принципе и доктора тоже активно использую как я теперь знаю потому что постоянно люди обращаются с вопросами в том числе и специалисты и также в институте биогеронтологии Лобачевского мы сделали так называемый герочат это чат-бот в телеграме который обучен на вот этих книгах и он с помощью технологии искусственного интеллекта может отвечать на вопросы популяризируя эту тему ну конечно там речь не о лекарствах а превенции но тем не менее это очень полезная я думаю информация для медицинских сотрудников можно будет навести камеру и интересующимся попасть туда уже 112 интервью записано с коллегами учеными докторами психологами даже философами об аспектах пути долгожителя здорового долголетия есть телеграм-канал путь долгожителя это я нашим зрителям я на него подписана его ведет Алексей Маскалев приглашаю к дискуссиям на этом канале спасибо вам спасибо но я пока с вами не прощаюсь у меня для вас есть вопрос из предыдущих программ посвященных старению на этом канале бесед с вашими коллегами уважаемыми еще несколько лет назад у меня сложилось впечатление что сколько геронтологов столько моделей старения столько представлений о старении условно я их для себя разделила так на две концепции старение это программа старение это болезнь сейчас из вашей презентации я поняла что как-то они уже эти позиции сблизились но все-таки скажите пожалуйста правомерно ли так ставить вопрос если да то какая концепция вам ближе или где мы находимся сейчас представление о том что такое старение спасибо за вопрос наверное не так легко на него ответить потому что безусловно мы видим что мы все старее значит это некий закономерный процесс есть ли гены которые появились в эволюции чтобы настарить нет мы у людей по крайней мере таких генов не видим есть гены которые скажем так они в такой антагонистической плеотропии находятся когда они позволяют нам достигнуть успешно пикорепродукции но их побочные эффекты они после этого начинают проявляться и отражаться на нашем здоровье то есть эволюция как бы соблюла такой баланс чтобы дожить до пика репродукции а затем вступает в силу постгарантийный период и те гены которые позволяют успешно оставить здоровое потомство они в приоритете даже несмотря на то что на длинную перспективу какие-то их эффекты могут сказываться на нашем долголетии не очень благоприятно и в этом смысле некоторые исследователи говорят о квази программе старения то есть в принципе да мы видим что на ранних стадиях нашей жизни отключается теломераза в соматических клетках фермент который удвиняет хромосомы вид не стареет из-за этого то есть мы миллионы лет как бы в виде наших предков существуем передаем клеточки в следующее поколение потому что теломераза достраивает в конце хромосом в соматических клетках она отключена у нас чтобы мы не заработали онкологию до того как оставили потомство но при этом регенеративные возможности ткани ухудшаются и мы видим это в виде заболеваний или тот же эластин мы его интенсивно синтезируем в детстве подростковом возрасте затем прекращаем его синтез и наши сосуды уже доживают скажем так вместе с нами на тех запасах которые формировались гораздо раньше то есть это не для того чтобы нас остарить это для того чтобы сэкономить ресурсы на какие-то более важные задачи рост и оставление потомства мы действительно видим что те виды животных млекопитающих которые быстро оставляют потомство как мыши например они живут мало потому что у них этот гарантийный период короче и дальше эволюция уже не важно что чем больше мы удлиняем этот гарантийный период через удлинение репродуктивной продолжительности жизни вот сейчас в западных странах уже принято попозже оставлять потомство заводить детей и в принципе за десятки поколений это приведет к увеличению я думаю и максимальной продолжительности жизни в этих странах если все пойдет так но просто извините за 50-70 лет мы этого эффекта конечно не увидим потому что надо много поколений чтобы сменилось именно в такой парадигме и в целом это будет ли это наше старение но конечно это не то чтобы нам сейчас хотелось потому что ну скажем так это естественным путем будет очень медленно и не скоро если вообще будет нам нужно с умом воздействовать и мы видим уже ключевые точки приложения вот тот же внеклеточный матрикс да природа не придумала фермента который расщепляет ошибки коллагена но мы можем как ученые попробовать это сделать и дальше исследовать как это повлияет на скорость старения есть даже уже исследования где удлиняют теломеры мышам и они живут дольше проблема в том что 90% раковых клеток они тоже реактивировали теломеразу тут очень скользкий как бы путь не ваше проблем ваша позиция приблизительно такая это процесс на который можно влиять можно и нужно влиять и в этом смысле старение имеет многие признаки болезни сложные причем да это я бы даже иногда называю в лекциях конечно может не в этой аудитории это немножко режет слух но болезни комплекс то есть есть симптомы комплекс а здесь болезни комплекс то есть сердечно-сосудистые онкологические метаболические нейродегенеративные заболевания аутоиммунные да аутоиммунные болезни вот это как бы наше старение и самое интересное что на ранних доклинических стадиях развития у всех этих заболеваний общие механизмы те о которых мы говорили воспаление в частности воспаление жесткость внеклеечного матрица вот если посмотрите сейчас это вообще мейнстрим в онкологии то есть жесткий внеклеечный матриц тот добавленный сахар да о котором мы уже говорили является фактором который перепрограммирует эпигенетические клетки которые уже какие-то поломки имели проонкологические и они начинают ускоренно становиться онкологическими клетками жесткий матриц способствует метастазированию то есть клетки пытаются отцепиться от этого матрица и начинают мигрировать то есть в онкологии это сейчас уже общее место но также и в сердечно-сосудистых заболеваниях в косметологии даже в старении нашего мозга мы видим что вот этот жесткий внеклеечный матриц тоже играет очень важную незаменимую роль то есть каждый механизм старения находит свой отклик во всех заболеваниях когда клиническая стадия влияя на них мы можем отсрочить эти заболевания либо даже не дать им развиться в принципе долгожители нам показывают что это возможно спасибо большое успехов вам спасибо спасибо